28 сентября в России ежегодно с 2005 года отмечается День работника атомной промышленности. И город Железногорск имеет к этому празднику самое прямое отношение, так как ходит десятку закрытых городов системы Росатома. Сейчас я нахожусь за пультом управления ядерным реактором. Конечно, это не настоящий пульт, а его точная копия, находящаяся в музее горно-химического комбината. Благодаря нашему предприятию, горно-химическому комбинату, мы имеем уникальное атомное производство, не имеющее аналогов в мире. И профессиональный праздник, День работника атомной промышленности, мы отмечаем всем городом. В музейном выставочном центре в рамках проведения Дня атомщика проводятся научно-популярные лекции, тематические выставки и различные творческие мастер-классы. Например, здесь ребята создают город будущего. Сегодня очень популярна тема – урбанистики, создание новых городских пространств. И в детском возрасте тоже можно к этому пообщиться и пофантазировать, каким должен быть город твоей мечты и что там должно находиться. Мы сегодня участвовали в мастер-классе и делали город будущего. В нем находится одно здание, одна антенна и один развлекательный центр. На выставке «Творцы атомного века» старшеклассники знакомились с историей советской ядерной программы. Эта экспозиция посвящена столетию со дня рождения одного из создателей первой водородной бомбы – правозащитника, лауреата Нобелевской премии Андрея Дмитриевича Сахарова. Это наша страна, это наше прошлое, а из прошлого вытекает будущее. И нужно ценить, знать людей, которые сделали большой вклад в развитие России в прошлом. И с помощью них мы имеем то, что у нас есть сейчас на данный момент. На первом этаже музея всех встречала необычная инсталляция, представляющая из себя деку и гриф балалайки, а также крылья бомбардировщика с ядерными боеголовками. Композиция под названием «Атомная балалайка» – это подарок железногорским атомщикам от красноярского художника Василия Слонова. Поскольку Железногорск и вообще другие атомограды удивляют весь мир своими разработками, то мне хотелось как дань уважения этой атомной практике и сделать какой-то такой приятный жест художественный для людей, занятых в этой отрасли. Еще одним мероприятием городского музея, которое вышло за его стены, стал гаджет-квест под названием «Атомный движ». Все желающие могли собрать команду, состоящую не менее чем из трех человек, зарегистрировать ее и прийти в означенное время к стадиону труд. Сейчас я сканирую QR-код, чтобы узнать задание первой части квеста. При помощи своих смартфонов команды получали и выполняли задания, перемещались по станциям, которые располагались в разных частях города, прослушивали интересную информацию, делали селфи и выкладывали свои фото в группу музея в социальной сети ВКонтакте. Дорогие горожане, в нашем инновационном городе, в котором присутствуют две корпорации «Роскосмос» и «Росатом», я хотел бы от лица музея поздравить всех вас с Днем Атомщика. Приходите к нам в музей, музей сейчас становится новым, инновационным. Не менее интересны и инновационные викторины, квесты, квизы, а также настольные игры на атомную тематику для горожан приготовили городская библиотека имени Горького и ее филиалы, а также центр досуга. В городском парке в рамках празднования Дня Атомщика прошли народные богатырские игрища от Красноярского исторического клуба «Богатырская застава» с битвой на мечах, стрельбой из лука, перетягиванием каната и другими забавами, в которые любили играть еще наши порядки. Сотрудников горно-химического комбината и членов их семей радовали своими выступлениями творческие коллективы. В центре досуга прошел концерт вокальной студии Дворца творчества «Берег детства», а во Дворце культуры зал рукоплескал известным хитам от красноярской кавер-группы «Простые вещи». Мы также поздравляем всех с праздником. Крепко держите энергию Атома в своих руках и направляйте ее только в мирное русло. Константин Яковлев, видеостудия Дворца творчества специально для канала проекта «Школа Росатома» Атом-ТВ.